Всем привет! Сегодня мы делаем краткий обзор кроссовок МТАК. Пятиябовый размер. Окрас Пиксель заявленный. Кроссовки достаточно дешевые и выглядят привлекательно пока новые. Не хуже того же МелТЭК в той же ценовой категории дешевых изделий. Здесь похоже явно на замшу и вставки из ходуру. Шнурки, кстати, имеют тенденцию развязываться, то есть они очень скользкие. Завязать реально и затянуть просто невозможно. Мне понравилась вот эта петелька здесь. То есть она дает возможность хорошо затянуть по ноге. Опять же говорю, кроссовки в той ценовой категории, что я брал, это было очень дешево. Размер. Продавцы уверяют, что размер идет на размер больше. На самом деле размер идет размер-размер. Стелька тоже вытаскивается при желании посушить. И мы видим там дальше кож-хартон, на чем склеится обувь. Сама подошва. Подошва приформована. То есть в организационном методе, я так понимаю, заявляется по-разному, что это полиуретан, что это еще что-то такое. Но это, скорее всего, подошва ТЭП, термоэлектропласт. При ношении очень сильно стучит. Такое впечатление, что ты ходишь чуть ли там не на женских шпильках. И при всем этом подошва. В ней отсутствует суператор. Супинатор. Подошва снашивается просто буллет. Это просто называется дерьмо. По подошве вот это получилось практически за полгода ношения по асфальту. Снашивается носок и снашивается пятка очень сильно. До дырок. В отличие от чего-то там более удобоваримого, внутри обычные полости. То есть это дешевая подошва и приклеенная с помощью кожхартона кверху. Здесь вот уже пошел шовчик разводиться. Ниточка пошла. Очень неприятно в этих кроссовках сама постановка стопы. То есть вот здесь, вот где я щупаю пальцами, вот здесь. Получается, не знаю, какой дебил там делал, по-другому не скажу. Они сделали прямо по ноге. Ну, как бы пожелание было сделать получше, а получилось как всегда похуже. То есть в этих местах на пятке всегда получаются мозоли. Здесь очень жестко. Здесь очень жесткий картон, как его в носках. То есть как бы хотели получше, а получилось похуже. По пальцам мозоли нет, мозоли только по пяткам. Кроссовки после полугода в машине ужасно скрипят. То есть это означает, что открылся кожхартон от самой подошвы внутри. Ремонт невозможен. Потому как это надо все распарывать каким-то образом. потом опять зашивать. А шов, это значит дырки. Обувь, значит, это прогулка пропускать. Ходил по них летом, ходил весной и осенью. Нормально, в принципе, ходятся. Не сильно они жаркие. Очень часто показывают один рисунок подошвы. На самом деле дает вот такой. Подошва в этих кроссовках, если она даже другого цвета, это просто покрашенная. Все они вот такого бежевого цвета. Или черного. Шнурки пока еще целые. Но приходится постоянно каким-то образом исхитряться, сделать так, чтобы они не развязывались. Такие кроссовки в следующий раз ее брать не собирать. Потому что это напрасная отрата денег. Лучше уже взять Милтек. Пусть он сейчас не самый хороший, но это будет лучше. На сейчас обзор закончен. Спасибо за внимание.